Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем исследовать таинственные монгольские шахты, в которых занимаются разделыванием детей в игре под названием Fragile. И если вам понравится этот ролик или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Итак, давайте же отправляться дальше. Только что, буквально несколько секунд назад, меня хотели тоже разделать, но мне кто-то помог, и я подозреваю, что это был никто иной, как пожиратель мозгов. Вау. Вау, 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 это один из тех... То есть два из тех хирургов, и действительно это был он. Погоди, дружище, я, может быть, тебе даже и помогу, но сперва я хочу посмотреться в зеркало, что бы это ни значило. И вообще, я бы не хотел ему помогать. Да, он меня спас, но, скорее всего, он сделал это не из добрых побуждений, а потому что ему просто в очередной раз захотелось съесть чьих-нибудь мозгов. И просто под руку ему подвернулись эти хирурги. Я не доверяю этому малому. Он несколько раз меня убивал. Просто так. Да, он снова дает мне пистолет, хорошо. Трогательная сцена, но на месте этой девчушки я бы не стал плакать. Повторюсь, он ее уже убивал и заставлял играть в свои странные монгольские игры. Так. 27 мая. Почки 4. 30 мая 2. Печень. Х 10 или 0, не знаю. 30 мая 1. Легкие. Да, действительно, они занимались продажей органов. Это было понятно практически сразу. Но, черт побери, как же лихо он с ними расправился. Не знаю, почему они не выпустили свои мечи, которые у них росли из рук. Скорее всего, это просто больное воображение девочки разыгралось. И ей казалось, что врачи выглядят именно так. И тех мясников. Значит, она тоже себе напридумывала. Хо. Чи. Ладно. Девочка, хватит придумывать всякие штуки. Мне нужно от них прятаться. Или эти тела безвредные. Это просто тела с... Они напали на меня. Или чё он кричит? Жесть. Это тела с извлеченными органами. Поэтому у них раскрыта грудная клетка. Вот только как они меня заметили, если у них нету ни глаз, ни ушей. И даже носа нет, чтобы почувствовать позаправимся. Просто хотелось детальнее разглядеть этих существ. Ну, я перелез на ту сторону, как бы. Пипец. Я, похоже, не понял. Честно сказать, не понял, что нужно делать. Он в любом случае меня замечает. Да, можно перебраться на противоположную сторону. И, может быть, таким образом можно будет и спрятаться от них. Умерли из-за десяти укусов мясного монстра. Жестяк. Потому что она живая, а они нет. И у них нет органов. Непонятно. Ладно. Чёрт побери, тут перебраться на ту сторону нельзя. А как быть тогда? Ну, у меня есть пушка, и как бы можно было бы, наверное, из неё выстрелить. А, всё, я понял. Нельзя с ними соприкасаться. И нужно как-то... маневрировать. Хотел сказать я, но нет. Я просто попытаюсь... Друзья, смотрите, оказывается, ещё у этого мозгоеда была в руках запятая. Я её почему-то не прочитал. Я сделал это на глазах у матери. Так же эта тварь делала это перед своей матерью. Восстание было моим шансом. Я подмешал много снотворного в его водку. Он ослаб. Я порезал. Он больше не мог меня оскорблять. Теперь он самым дорогой мой трофей. Этот чувак зарезал своего отца, получается? И он стал его трофеем? Раз он держал эту записку в руках, значит, она принадлежала ему. И потом он сошёл с ума и начал жрать мозги? Не совсем понимаю. История довольно запутанная. Хотя, казалось бы. Ладно, давайте попробую пройти место с трупами. Ох, друзья, наконец-таки я прошёл это дурацкое место. И можно двигаться дальше. Но сперва давайте возьмём рогатку. Правило. Рогатка. Отлично. Кстати, самодельная и при этом очень красивая. Погнали. Вау! Ты чего, пухляш? Ты же уже несколько раз умирал. Так, заколка. Что это за броши, за заколки? Что они значат? И где я сейчас нахожусь? И что я должен найти заколку в виде луны? Возможно. Потому что она была показана. Но где она находится? Так, я ничего похожего не вижу. Какая-то штука. Непонятная. Таракан. Вижу солнце. Но, по идее, можно попытаться его взять. Вот тут. Да. Отлично. Именно это я искал. На самом деле я искал луну, но заметил солнце. Почему бы его не взять? Ещё и таракана. Или кто это такой? Воу! Ну, ясно. Ну, ясно. Квик тайм-евенты подъехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё будет? Чё будет? А, 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 а где у меня А? Я уже не помню, где у меня А. Наверное. И, крик. Икс. А, всё, я понял. Опять эти цифры, блин. Консольчикам, наверное, было бы гораздо проще проходить эту игру. Хотя я подобрал бы другое слово. А, вот так даже? Придётся заново проходить, серьёзно? Ладно, я хотя бы могу посмотреть, где у меня какие кнопки. А, снизу, икс, слева, всё, я понял. Продолжить. Больше брать рогатку мне не... Да, пухляш, ну хватит уже это делать. И пропустить никак нельзя. Это, конечно, большой минус. Поэтому у меня и сгорела пятая точка. В том месте, где были ходячие трупы. Тебе каждый раз приходилось смотреть заставку. И каждый раз приходилось потом ждать загрузку. Заставка, безусловно, классная, катсцена. Но сам факт того, что каждый раз приходится это смотреть, это минус, конечно. Ладенько. Я не обещаю, что сейчас получится пройти, но я попробую. Я попробую. Давайте, трупики, бегите за мной. Там же ещё каждый раз меняются клавиши и придётся реагировать. Ладно. Попробуем. Первый пошёл, отлично. Всё? Это всё? Блин, отлично. Вообще отлично. Ну что-то... Думается мне. Сейчас они психанут и побегут за мной. Свобода прямо перед тобой. Вот это хорошие новости. Это отлично. Здесь всё полыхает и всё благодаря нам. Это чёртово место сгорит раз и навсегда. Но люди, создавшие это место, смогут возродить его в другом... Чего? Это глаз пухляша, может быть? Смогут возродить его в другом месте. Девчуля, я предлагаю тебе взять вот этот молот и ударить по глазу. Потому что я не знаю, что ещё можно сделать. Табуретку взять нельзя. Экран у меня как будто разбитый. На стол можно было забраться. Прикольно. Там наверху будет что-то типа огромного босса. Вах, 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 вах. Или не пальцы? Пальцы же это были. Чё, зачем пальцы льют на меня лаву? Они лезут за мной. И чё делать? Это пальцы! Или это руки? А чё делать-то? Я ж не знаю, чё делать. Куда? Это не только пальцы. Там ещё и... Дичь какая-то. А там же не было ящиков, на которые можно было бы забраться. И что? Может подвинуть его можно, нет? Это единственный способ под... Пипец! Попробовать подвинуть его, но она вместо того, чтобы схватить ящик и двигать, она на него залазит. Интересно-интересно. А как его двигать, да? Во! Смог подвинуть, отлично! Офигенно! Офигительно просто! Ага, 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 здесь надо наоборот подвинуться. Ну ладно, пускай ползут, сволочи. Это прям кэррион какой-то. Не иначе. Пипец. Да ну это жёстко, а слишком для меня это жёстко. Почему так жёстко-то? Воу! Воу-воу-воу-воу-воу! Ползи, девчонка, ползи! Мы почти выбрались, наверное. Не знаю. Они уже не стреляют. Они всё ещё стреляют? А как? А как я успею? Они же сейчас меня сожрут же. Тут ещё один ящик. Почему это так жёстко? Давай, 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 мы наверху! Йос! Фух! Жёстко. Эти пальцы, которые похожи на биомассу Искериона, у них даже способность такая же, выпускать вот эти вот щупальца. Итак, мы выбрались на поверхность. Ура, наконец-то! И почему-то здесь бушует шторм. Но это красиво выглядит. Я держусь за дерево. Хорошо это или плохо? Можно отпустить его и идти дальше. Как узнать, в какой момент нужно держаться за дерево? И на заднем плане какая-то непонятная то ли старуха с одним глазом, то ли что это такое? Это может быть гробовщик? Ну, ещё немного подержусь за дерево. Что? Отпусти! Идём дальше. Доберусь я до конца или нет? Или ветер меня всё же сдует? Если на деревьях завязана какая-то механика, что нужно в определённый момент за него схватиться, чтобы порывом ветра тебя унесло, то я не знаю, когда это должно произойти. Но вон вроде ударили молнии. И как раз в этот момент ветер становится сильнее. Можно отпустить, я полагаю. Идём дальше. И старуха? А там была не одна, тут ещё две. Они что-то ищут? И почему их не сдувает ветром? Короче, пускай их тоже сдует. Это будет справедливо и честно. Давай, девчулька, мы доберёмся с тобой до дерева обязательно. Схватился, успел. Ну переждём. Вот. Идём дальше. Блин, как же мне стрёмно. Я думаю, я боюсь больше, чем та девчушка, за которую мы играем. По-моему ветер становится только сильнее. А дерево от меня уже очень далеко. А заново проходить этот момент я не хочу. Давай, давай. Ещё несколько шажков. Я думаю, разработчики это сделали специально, чтобы игрока заставить нервничать. И поверьте, я нервничаю. Вот это медленное передвижение нагнетает. Только нагнетает, нагнетает, нагнетает. И мои нервы натянуты. Потому что если сейчас что-то пойдёт не по плану... Всё. Давай же. Давай же. Ускорися, пожалуйста. По тебе даже не видно, что ты стараешься идти быстро, девчулька. Отпускаем. Отпускаем, отпускаем. Пошли, 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 пошли. Да, и в Монголии за степей стопудово дует сильный ветер. Но, ёлки-палки, мы спрячемся в этой юрте. Я в юрте. Всё, я в домике. Ничего не знаю. Да, у неё проблемы с головой начались. После того, что она увидела, оно и неудивительно. Которая постоянно трескалась, и от которого отлетали осколки. Походу, символизирует её сознание. Которое также трескалось, и от которого также отлетали осколки. Это мать её, да? Лежит на больничной койке. С этого всё началось. Вот почему она вначале была грустная. А когда её поймали и посадили в чулан, нервы не выдержали. И всё, что она видела, просто было усилено негативными эмоциями, которые она приобрела после смерти своей матери. Отец спился. Что ещё больше повредило её разум. Она уже, получается, была на грани. А похищение послужило триггером, щелчком. Которое и вызвало приступы шизофрении, не знаю, галлюцинаций. Незавидная участь у девчонки. Её жалко. Слишком много проблем на неё свалилось в один момент. Маленькой девочке пережить такое и остаться в здравом рассудке непросто. Но куда она шагает? Ты кто? Ты кто? Я выстрелю? Мне страшно видеть такую дичь. Конечно, я выстрелю. Что это за сараньяча? Да ты чё? Да ты чё? Да нет. Это слишком жёстко. Ты что? А почему так? Блин, это просто офигенно. Да, это грустная концовка, она плохая. Но именно такие концовки вызывают наибольшие эмоции. Ещё и музычка в тему вообще просто. Вау, у меня мурашки. Ну, данные, я думаю, монгольские. У меня, кстати, теория возникла в голове по поводу этой концовки. Почему это произошло? Блин, это круто. Чуть ли не до слёз, блин. Просто мои аплодисменты. Это сильно. Блин, почему так мало похожих игр? Почему их так мало? Мне не хватает таких игр. Грет Перфабс, вот, из последних похожая. Приходит на ум. Тоже 2D-шка, тоже с классной концовкой, интересным сюжетом. Хочу, я хочу больше таких игр в таком стиле. Которые, вроде, на первый взгляд простые, но сильно дёргают за струнки твоей души. Прямо со всей силы. Играют рок на них, на этих струнах. Хочу больше. Может испортить впечатление от плохой концовки. Она хоть и плохая, повторюсь, но она сильная. Итак, теория моя такова. Её отец, предположим, начал горевать после смерти жены, её матери. Он запил. Не обращал на девочку внимания. Возможно, он её бил, хотя нам этого не показали. И в итоге он и решил продать её. В рабство. Потому что опустился на дно бутылки. Это раз. Во-вторых, не мог её видеть, потому что она напоминала ему о любимой жене. Это два. И вот такие дела. Конечно, притянуто за уши немного, но в целом оно могло бы подойти. Но на самом деле, наверное, просто он пришёл её спасать. Хотя с чего бы, откуда он знал, где она. Но на самом деле, наверное, он пришёл её спасать. И просто она испугалась и выстрелила. Ну и, короче, мозгам её настал полный швах. Если она любила своего отца, и он её не обижал и не продавал в рабство, то всё, это минус мозг. Можно сразу ложиться в дурку, лечиться. Круто, блин, круто. Я кайфанул, проходя эту игру, друзья. Надеюсь, и вам тоже понравилось. И если вы знаете ещё игры с офигительным глубоким сюжетом, незамысловатые, но в то же время офигенные, ну, вы понимаете, да, о чём я говорю. Вот Fragile, Great Perfabs, пример. Классно, классно, просто классно. Они выходят время от времени, но хочется больше. Советуйте, друзья, рекомендуйте. До новых встреч, всем удачи, пока. Будьте счастливы. И не грустите. Радуйтесь жизни. Пока.